Всем привет и добро пожаловать в перевод видео от ProGuides. Сегодня мы поговорим о новых корейских билдах для патча 10.11. Мы расскажем вам о новых сборках, которые набирают популярность в корейском салаку. Пройдемся по всем ролям, так что смотрите до конца. Наш вопрос дня. Какая роль сейчас самая сильная? Пишите свое мнение в комментариях. Будет очень интересно почитать, что вы на этот счет думаете. Что для меня Лига Легенд? Это эмоции. Заряд адреналина. Ощущение момента, который с тобой разделила твоя команда, стадион или твой премейн. Онлайн или на расстоянии пяти шагов, я чувствую себя участником событий, нарабных с игроками. Вместе с лукбет, я чувствую себя увереннее. А теперь переходим к теме видео и давайте поговорим о новом билде на Дариуса. С усилением предметов рвения на лайв серверах, неудивительно, что не только стрелки стараются найти им применение. Призрачный танцор помогает Дариусу избавиться от одного из его главных недостатков – отсутствия мобильности. Призрачный танцор теперь дает еще больше скорости, чем раньше, и это при том, что его пассивка дает дополнительную скорость после того, как вы атакуете чемпиона. Игроки на Дариусе всегда брали призрак, чтобы догонять соперников и выдать безумный урон, заложенный в их чемпионе. Добавьте сюда призрачного танцора, и от него теперь еще сложнее убежать. В рунах берите завоеватель, триумф, легенду, стойкость, последний рубеж, сияющий плащ и быстроту. Даже с призрачным танцором сияющий плащ и быстроту все равно нужно брать. Мобильность очень важна для Дариуса, ведь если вас кайтят, даже самый имбовый чемпион будет казаться бесполезным. В предметах берите черную сегиру, призрачный танцор, глашатой смерти, ангела-хранителя и танец смерти. Следующий в списке новый билд на Джакса. Призрачного танцора тут нет, но и он был бы неплохим выбором. Один из лучших игроков на Джаксе в Корее начал брать на него казнь электричеством. Он предоставляет Джаксу больше бурст урона на ранней стадии игры. Пусть Джаксы любят затяжные драки, это не всегда бывает возможным, особенно если соперник вас кайтит. С новыми усилениями стрелков почти гарантировано, что некоторые из них вернутся на топ. Выбирая казнь электричеством, с ними становится гораздо проще трейдиться или бурстить сквешовые цели. Вам не нужен завоеватель, чтобы дуэлить соперников за Джакса и стабилизировать свою раннюю игру. В рунах берите казнь электричеством, грязный прием, коллекцию глаз, ненасытного охотника, легенду рвения и удар милосердия. В предметах берите тройственный союз, клинок уничтожного короля, рендуин, зёхмал Мортиуса и танец смерти. На этом мы закончили с билдами на топ. Как всегда, взгляните на них ещё раз и давайте перейдём к лесу. Первый в списке билд на Каина без флэша. Звучит странно, не так ли? Подобно Шака и Гикариму, Каин присоединяется к без флэшевой тусовке. Со смайтом и игнайтом. Со смайтом и игнайтом ваш урон и дуэльный потенциал сильно вырастет. У Каина и без того есть достаточно мобильности. Его кушку бафнули несколько патчей на зав, уменьшив его кд. Игнайт может добавить дополнительный урон для Каина, чтобы он мог сражаться со своими соперниками. Пусть клинок преследователя всё ещё очень хороший выбор для Каина, вместо него можно взять саблю задиры. На пару с игнайтом использование красного смайта даёт вам так много дуэльного потенциала, что практически из любого сражения один на один вы можете выйти победителем. Также не забывайте, что уменьшение лечения является одной из важнейших способностей в этом сезоне. В рунах берите Завоеватель, Триумф, Легенду Стойкость, Удар Милосердия, Призрачных Пора и Ненасытного Охотника. Вполне стандартный выбор. В предметах берите Зачарование Воителя, Чёрную Секиру, Танец Смерти, Шипованный Доспех и Облачение Духов. Вы можете менять эти предметы, но знайте, что Танец Смерти и Шипованный Доспех очень хорошо синергируют друг с другом. Этот билд делает Кайна очень танковым и в то же время позволяет вылечить входящий урон, ведь урон от Шипов Шипованного Доспеха активирует лечение Танца Смерти. И это довольно имбовая комбинация, я определенно буду её пробовать. А теперь поговорим о Фидле. Мы уже говорили о том, что Фидлстикс довольно долго был имбой, и игроки наконец начали это видеть. Пусть Казнь Электричеством и является хорошей ключевой руной для него, Хищник не менее полезен. Обе эти руны предлагают урон, но Хищник также даёт приличное количество скорости передвижения, в котором Фидл очень нуждается. Ганки Фидлстикса не особо эффективны, особенно без ульты или не заставая соперника врасплох. С Хищником заставать врагов врасплох уже не будет такой необходимостью. Вместо этого вы сможете просто на скорости пробежать по вардам и нажать Q для гарантированного контроля. Также вы можете использовать его, чтобы прибежать на помощь к своей команде во время тимфайта, или занять хорошую позицию для использования своей ульты. В рунах берите Хищник и Грязный Приём, Коллекцию Глаз, Изобретательного Охотника, Рынок Будущего и Космическое Знание. Самое большое отличие в рунах, это вместо Совершенного или Беспощадного Охотника вы берёте Изобретательного. Эта руна уменьшает КД на способностях Хищника и Жонни, так что если вы собираетесь следовать этому билду, не забудьте сделать это изменение. В предметах берите Руническое Эхо, Часы Жонни, Морелла Новикон, Шляпу Рободона и Посох Бездны. Ничего нового в предметах. И на этом мы заканчиваем с лесом. Загляните на билды и давайте перейдём на миг. Игроки приспособились к нерфам Дианы благодаря другим бафам, которые недавно появились в игре. Всё верно, Диана с фазовым рывком вступает в ущелье призывателей. Очевидно, как убийца вам хочется догнать убегающую от вас цель, и фазовый рывок делает эту задачу чрезвычайно простой. Для Дианы не составляет проблем активировать эту руну своей комбой. Она может лучше позиционировать себя для своей ульты после того, как она получила бурст скорости передвижения. В целом, у этой руны есть и много других применений. Например, вы можете использовать её, чтобы сбежать от ранних ганков. Вы можете использовать QV и автоатаку на ганкающем леснике, или если он между Дианой и башней, рывок, W и автоатаку, чтобы быстро сбежать. Пусть вы и теряете немного урона из этого билда, но иногда гораздо важнее иметь мобильность, а не урон, когда его у вас уже достаточно. В рунах берите фазовый рывок, поток маны, полную сосредоточенность, ожог, удар щитом и костяные пластины. Удар щитом – прекрасная руна для трейдов за Диану. На пару с костяными пластинами Диана может навязывать очень агрессивные трейды уже на ранних стадиях. Фазовый рывок поможет вам отойти после трейда, а благодаря удару щитом и пластинам вы почти не получите урона в ответ. В предметах берите проторемень, мареланомикон, джоню, шляпу рободона и посох бездны. Следующий в списке – ТФ с многогранником. Как чемпион дальнего боя, который использует самые разные руны, неудивительно, что многогранник наконец нашел своего пользователя в лице Твистед Фейта. Этот билд был популяризирован игроком Фнатик под ником Немезис, и теперь широко используется игроками на высоком эло в разных регионах. По сути, Твистед Фейт может использовать любую руну достаточно эффективно. Хватка, нежить и казнь электричеством, кометы, искусное лавирование – всеми этими рунами ТФ пользовался за время их существования. И он буквально может использовать каждую из оставшихся рун. Даже руны вроде решительного наступления, дрожжи земли или хищника для ТФа не слишком плохи. Также эта сборка поддерживает предметы на скорость атаки, ведь с ней ТФ может использовать больше рун, которые предоставляет многогранник. Например, смертельный темп и решительное наступление. Они настолько хороши с АП Твистед Фейтом, а АД ТФ может без проблем их использовать. В рунах берите многогранник, магическую обувь, доставку печенья, тоник искривления времени, второе дыхание и разрастание. В предметах берите тройственный союз, смерть разума, поступь меркурия, скорострельную пушку, часы жони и хэкстековый штык. Последний предмет – флексовый. Он не обязан быть именно штыком. Также хотим обратить внимание, что скорострельная пушка была усилена вместе с другими предметами рвения, так что ТФ теперь будет иметь еще больше мобильности с этим билдом. Догнать его во время сражения может быть проблемой, особенно если во время драки ему выпадает искусное лавирование. Взгляните на эти билды для мида еще раз. Они очень сильны, так что я рекомендую вам попробовать их в нормалах. А теперь давайте поговорим о нижней линии. И еще один чемпион, который использует фазовый рывок – Сенна. Обычно на нее берут ледяной нарост, но этот билд создан, чтобы предоставлять ей слегка другие опции. Давайте первым делом поговорим про руны и предметы. В рунах берите фазовый рывок, поток маны, превосходство, надвигающуюся бурю, накопление и разрастание. В предметах берите саппорт, айтем, мураману, грань ночи, ангел-хранитель, глашатой смерти и таби-ниндзя. Пусть замедление соперников всегда является хорошим вариантом, ускорение себя помогает добиться аналогичного результата. У этой смены стиля есть свои недостатки, но также есть и свои преимущества. Обычно, замедляя соперника, вы делаете так, что вы и вся ваша команда быстрее одного соперника. Но с другой стороны, если на вас охотится сразу несколько соперников одновременно, убежать может быть довольно сложно, даже если вы замедлите одного из них. С фазовым рывком с этим не будет проблем, ведь это руна для селф-бафа. Как только вы активировали ее, вам уже не важно, сколько соперников у вас на хвосте, вы будете быстрее них. С этой руной сена становится гораздо более сейфовым лейнером и тимфайтером, взамен теряя немного полезности, ведь она не сможет помогать команде подлавливать соперников. Вы наверняка уже видели эту сборку у многих ютуберов или даже в мемах, но теперь наши аналитики считают, что этот билд действительно хорош, потому что он получил баф. Да, скоростной джин снова в деле. Джин получает огромное количество скорости после крита, и как результат, он может кайти чемпионов ближнего боя без особых проблем, как только он получает высокий шанс крита. С усилением предметов, собирающихся из рвения, угадайте что? Верно. Покупать два из них стало гораздо более привлекательным предложением, ведь с ними поймать его будет почти невозможно. В рунах берите казнь электричеством, в кускове коллекцию глаз, ненасытного охотника, присутствие духа и легенду родословную. В предметах берите грозовую бритву, скорострельную пушку, заточку статика, грань бесконечности и глашатой смерти. Суть этого билда в том, чтобы купить грозовую бритву и сразу после нее взять два предмета из рвения. Этот билд делает Джина очень сайфовым чемпионом. 2% скорости от предметов из рвения означает, что Джин будет на 4% быстрее, когда он соберет два этих предмета. Грозовая бритва поможет ему временно замедлять соперников, которые гонятся за ним, из-за чего словить Джина будет очень тяжело. Также он позволит вам выйти на безумный мидгейм Павер Спайк, ведь этот билд включает в себя три ранних предмета с эффектом зарядки, которые предоставляют огромный буст. На этом мы закончили с билдами для нижней линии. Взгляните на них еще раз и давайте закончим видео на саппортах. И у нас в списке еще один билд на Сену. Новый билд на саппорт Сену, который в последнее время начал появляться все чаще. Это Сена с Хваткой Нежити. Хватка Нежити дает ей доступ к рунам ветки храбрости, при этом предоставляя дополнительную силу для трейда или паука оппонентов. Помимо этого, данный билд также помогает вам настакать тонну здоровья, чтобы максимизировать урон, который наносит Хватка Нежити. К сожалению, у чемпионов дальнего боя есть штраф за использование этой руны, но это не значит, что она совсем бесполезна. Стоит также отметить, что Сена может активировать Хватку Нежити своей кушкой. После атаки по миньонам она может зарядить руну и нанести приличный урон с помощью усиленной Хваткой Кушки. В рунах берите Хватку Нежити, Живой Источник, Костяные Пластины, Разрастание, Присутствие Духа и Легенду Рудословную. В предметах берите Саппорт Предмет, Ботинки Стремительности, Черную Секиру, Замерзший Молот, Грань Ночи и Глашатой Смерти. Пусть вы и жертвуете Ледяным Наростом для этого билда, вы по сути получаете его обратно с помощью Замерзшего Молота. Этот билд делает Сену гораздо живучее, при этом она все еще позволяет ей наносить приличное количество урона. Черная Секира предоставляет много атрибутов, которые Сена может использовать, особенно уменьшение перезарядки и пробивание брони. Черная Секира, Грань Ночи и Глашатой Смерти позволяют Сене наносить огромный урон, при этом принося пользу команде, накладывая на противника пробивание брони и страшные раны. Дальше Галлио с Раскрытой Книгой появляется на нижней линии. Раскрытая Книга Заклинаний позволяет Галлио использовать больше самонерок, чтобы активировать Сияющий Плащ. Сияющий Плащ на пару с грезами Шурелии делают так, что от Галлио почти невозможно сбежать, благодаря чему вы можете запросто таунтить соперников. Эти руны и предметы дают столько скорости передвижения, что играть против такого саппорта становится очень страшно. В рунах берите Раскрытую Книгу Заклинаний, Хекс Скачок, Дезинтегратор Миньонов, Тоник Искривления Времени, Сияющий Плащ и Быстроту. Хекс Скачок – это прекрасный бонус, и тот факт, что вы можете использовать его на пару с Сияющим Плащом, сильно помогает Галлио. Если Галлио хорошо контролирует обзор кустов, он может сильно давить на оппонентов одним наличием Хекс Скачка. Плюс тот факт, что после скачка у Галлио появляется дополнительный бурст скорости передвижения, с этим всем Галлио может накладывать таунт на соперников, выпрыгивая из кустов. В предметах берите Древний Щит, Грезы Шурели и Клятву Рыцаря, Конвергенцию Зика и Доспех Гаргульи. И под конец, с недавним усилением Люксона, снова появляется на роли саппорта. Люкс с двумя тенями начинает набирать популярность в Салаку, благодаря безумному количеству полезности для команды, которую этот предмет предоставляет. Ешка Люксы сильно замедляет ее оппонентов благодаря недавним бафам, а если вы добавите к этому две тени, количество контроля, который теперь предоставляет Люкс, становится слишком много, и от Люкс с этим билдом практически невозможно сбежать. Также этот сетап позволяет ей без проблем попасть ее рутом. Как и любой контроль, он может быть использован в самых разных назначениях. Эти бафы также делают ее хорошим саппортом для дизенгейджа. Она может замедлить соперников с помощью ее Ешки, а если они продолжат, замедлить их еще больше с помощью двух теней. В рунах берите комету, поток маны, превосходство, ожог, космическое знание и доставку печенья. В предметах берите клинок похитителя магии, ионийские сапоги, игра аляфины, две тени, искупление и козильницу. На этом мы заканчиваем с саппортами. Взгляните на экран, и мы будем заканчивать это видео. На этом у нас все. Спасибо за просмотр, удачи в ваших играх и до скорых встреч.